С вами согласен, в той части, конечно, там определенные потери потребители понесли, и мы сейчас должны, конечно, думать над тем, чтобы в будущем таких потерь не было. Ну вот надо какие-то соответствующие, наверное, нормативные акты принять, потому что, смотрите, Хванкиничевич, ну на самом деле это несправедливо. Банки заработали, они вам жаловались, ой, у нас налички не осталось. Конечно, если там бизнесмены наличкой привозили, условно там рубли, закидывали здесь, отдавали им эти рубли, меняли на сомы, сомы потом на доллары, забирали и уезжали. Конечно, простой гражданин будет страдать. У меня большая просьба, вот по этой части, ну как бы нельзя это так оставлять, завтра, послезавтра еще что-то произойдет в политике других стран, у нас тоже опять эта же проблема возникнет. Что, банки будут издеваться и сами зарабатывать, а национальный банк будет смотреть на это, ну сквозь, ну так, пальцы, ну у нас дикий рынок и все что ли на этом. Так не должно быть. Рынок рынком, но они же тоже договор не исполняют. Ну и самое главное, что смешно, никто ответственности не понес, никто, абсолютно. Граждан обули, раздели, обманули, никто вообще, ни национальный банк, ни коммерческие банки, ни один банк нормально даже вот к ответственности не был привлечен.